Девушки отдыхают Доброе утро, дорогие наши ученики, учителя, родители уважаемые и гости! Быстро пролетело лето, и школа вновь открывает двери для всех вас. Кто-то не мог дождаться 1 сентября, потому что уже устал отдыхать, а кто-то наоборот мечтает попасть в страну вечных каникул. Но ничего, как мы знаем, вечного не бывает. Все течет и все изменяется. Изменяетесь и вы, все за лето подросли, возмужали. А мы очень рады всех видеть вас, ведь сегодня день начала занятий, новых встреч с миром знаний. Учеба здравствуй, школа здравствуй, идем за знаниями в поход. Сегодня праздник, в школьной праздник, встречаем мы учебный год. Тихо, трепетно и ласково, листья падают ногами. Это осень, чаровница, она прислез в гости к нам. Поговорите погромче, тебе говорите. Стены глазов светлые, краски пахнут полы. В окна осень глядит золотая, и у всех на виду листья в школьном саду тихо кружится, плавно летает. Каждый школьник подвалил волосы, в кампе, но и костюм одет. А в руках у нас были волосы, золотые, как солнечный свет. Обстановились колядные дети, и с вами лето на нас клядят. Мы за первый раз увидим от успеха своих ребят. Кончилось лето, и осень пришла, а нам идти в школу пора. Учиться там, и считать, и писать, и на луке все изучать. Будьте молиться вместе всегда, мы все дети Иисуса Христа. Чтобы хранил Он нас, да слава, будем молиться вместе с друзьями. Мамы, папы, молитесь за нас, чтобы святить им верить Николас. Чтобы примером всегда людям быть, чтобы в школе Иисусу послужить. Будем молиться вместе с друзьями. Мы все дети Иисуса Христа. Чтобы хранил Он нас, да слава, будем молиться вместе с друзьями. Этот учебный год для нас юбилейный. Все, наверное, знаете, что в этом году в нашей школе исполнилось 15 лет. Да, так круто. И я посчитала, что за это время прозвучало 12 тысяч 900 звонков. И прошло 2580 учебных дня. А каникул 1845 дней. 38 детей из 14 семей обучались у нас в школе. Десять выпускников, девятиклассников, вышли из стен школы за 15 лет. Максимальное количество учеников у нас было в 2005-2006 году учебно, было 21 ученик. Когда была семья Желтухина, там Займудиновы были. А самое минимальное двое в самом начале, в 97-м году и в 98-м. Я думала, Вася будет. Первый ученик наш, в третьем классе он учился, это Вася Плотников и Маша. Но Маши нет, я думала, Вася хоть придет. Покажем его всем. Давайте вспомним имена тех учителей, которые работали в нашей школе. Вот я вот детей спрашивала, они уже много даже забыли. Вот первая, кто была, это Иос Людмила Владимировна. Что-то ее, может, не застал. В Германии живет. Да, в Германии. Малюдина Раиса Юрьевна. Во Франции живет. Во Франции живет. Жорина Нелина Валентиновна. В Арнобове. Сокольский Хмалерий Сергеевич. В Арнобове. Займудина Масветлана Леонидовна. Она тоже была официальной устроенностью. Но, конечно же, самыми бессмерными является Савченко Виктор Николаевич. В этом году исполняется 10 лет, как он работает в школе. И Ленчук Людмилы Анатольевны. Она уже 9 лет проработала. А вы или нет? А вы или нет? А я с первого года. Ну и еще нам помогает, конечно, закон Божий ведет и уроки труда. Это вот Устинова Ирина Ивановна. И вот здесь Устинов Владимир Александрович. А также Лавшина Надежда Васильевна. Это как без портфеля вроде у учителя, да? Да. Дорогие учителя, вам посвящаются эти строчки. Мы понимаем, видим сами, как дорога мы, воль наш класс. Мы понимаем, как вам бывает, трудно с нами, и как-то не еще без нас. Иди найти слова достойные, и как сказать без лишних фраз, что мы очень благодарны, что мы очень любим вас. Дорогие наши учителя, вам души спасибо. Вечно будет земля вашим дуном красивой. Дорогие наши учителя. Дорогие наши учителя. Сейчас вам покажем сцену, которая называется «Не хочу жениться, а хочу учиться». В стороне одной далекой жил царевич одинокий. Скучно жизнь его идет. Вдруг царевич узнает, что в стране Заморска есть царство полное невест. И зачем страдает томица? Решено, пора жениться. Шлю концов во все столицы. Жду невест, хочу жениться. Через день в условном месте собрались невесты вместе. Здрасте. Здрасте, красные девицы. Коль хотите быть царицей, расскажите что-нибудь, чтобы я рискнул заснуть. Царевич, здравствуйте. Меня знают все ваши родня. Я из царства географии. Вы видели мои фотографии? Вот это Испания. Вот это Непал. Финляндия. 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 Поезд наш не попал. Но я знаю все о каждой стране. Я из царства литературы и по уровню общей культуры опережаю многих. Спасибо заранее за ваше королевское внимание. Хотите прочитать преступление и наказание? Я открою у Пушкина и Тургенева. На них воспитано большое поколение. Мы вслух прочитаем его. Ее выводят в конце. А про математику вам известно? Тише. Да ну. Ну надо же, как интересно. А про математику вам известно? Анатолица наук. У нас есть квадраты круг, гром, вал и прямогоник. Но это всегда муж довольный. Ведь хозяйцы без чё-то никак. Это знает каждый. Пусть так. Нам важнее всех музыка и гармония. Хотите, пойдем в гармонию? Там на органе играет баха. Да вы там убрёте от страха. Поедете лучше кататься на лыжах. Ведь лыжный сезон скажет, идем все ближе и ближе. К тому времени, как выпадет снег, мы освоим прыжки и бег. А я не выбрёт из Парижа. Где небо и солнце. А лыжи? Я вам приготовлю бульон. Станцую для вас котельон. И вечером долгий мы поём. Мы Марсельезу споём. Как же выбрать, не пойму. Мне всего одну жену. Интересно мне узнать, сколько будет пять и пять? Что такое котельон? Где родился Вашингтон? Чем закончилась мума? Есть ли формула ума? Что мне делать? Как мне быть? Может, Серж Гарем открыть? Есть ответ на твой вопрос. И не стоит вешать нос. Если много хочешь знать, нужно в школу поступать. Не хочу жениться, а хочу учиться. Я за лето накопил силы и старания. Подарю учёбе я всё своё внимание. Станет мне семьёй и друзья. Школа милая моя. Вашингтон. Чёрные учёбе Грин. Найк . Мик. Грин. 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 Жанга. Грин. Станет мне схеме. ПЕСНЯ 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 Тебе я очень-очень рад. За руки возьми, скажи добрые слова, Здесь твои друзья, здесь твоя семья. За руки возьми, скажи добрые слова, Здесь твои друзья, здесь твоя семья. С тобою, друг, с тобою, брат, Тебе я очень-очень рад С тобою, друг, с тобою рад Тебе я очень-очень рад Ну это наша, господинка, за то, что на батюшке скажете? Я скажу Значит, сегодня по всем средствам массовой информации, по телевизору, радио Говорится о том, что сегодня, говорит, есть знания Вот правильно, сегодня идут миллионы мальчиков и девочек в школу учить Я видел и слышал, передаю, что в разных школах, гимназиях Вводят форму, ученическую форму Это всегда, в школах была всегда форма И во всяком каком-то заведении, своя форма В поступателе военного училища форма И в семинарии форма В любом, где-то было, обязательно какая-то есть форма Почему? Потому что форма, она дисциплинирует человека У нас такой нет формы Но у нас есть христианская форма одежды Написано, одевайтесь как прилично святым Вы нигде на иконе не найдете ни одной святой Которая была бы с растретыми волосами и без платка У которой была бы в брюках или юбочка была бы выше колен Нигде не найдете ни одной такой иконы святой Мы должны подражать, одевайтесь как прилично С осыдливостью, с целомудрием Поэтому я вас всех прошу, чтобы мне Как вашему духовному отцу Лишний раз вам не напоминать И не говорить об этом Мне в другой раз стыдно говорить это Знаю, вчера говорил, сегодня вновь приходится встречать и это Вам должно быть стыдно передо мной А этого нет, не стыдно Значит, сестры, девочки Юбочка должна быть пониже колен Это возьмите всегда, чтобы лишний раз не говорить вам В школу или по деревне, где идете Всегда было так В платочках Дома можете вы там ходить, где платочка Но вышли на улицу и в школе девочки в платочках Мальчики обязательно в поиске Лишний раз не надо Ничего нет тяжелого в этом труде Я бы сказал, носить каждому, каждый день мешок с песком 20 кг Вот это трудно Это мне не под силу Это не трудно Это христианское все Вы потом, когда вырастите, вы будете все это С вами сказать Да, хорошо, что меня тогда научили Порядку Как вести себя благоразумно И благочестиво И целомудренно Поэтому, даже если видите, кто-то делает не так Сами подойдите, подскажите Сетра, так нельзя, батюшка нам говорил Да и мы христиане Нам так не положено быть Мы во всем должны быть Как ученики и дети Христа нашего Во всем должны выделяться из мира Не смешиваться с миром Если мы смешались с миром То мы уже отреклись Христа Если ничем не выделяемся из мира Знаете это И помните всегда Напомню Теперь Послушание учителя У вас должно быть беспрекословным Не слушайтесь учителей Старших Это вы нарушаете заповедь Божия Почитай, говорят, родителей твоих И тебе будет благо И ты будешь долголетен Это не только говорится о родителях А старших, учащих вас Для вас сегодня я Учителя это Так же, как ваши родители Они больше учат вас Больше дают вам знаний Чем ваши родители дома Поэтому вы должны так же почитать Не почитайте их Прикословите Знаете, что долголетние не будете на земле И благо вам не будет Ну то есть Обратно возьмите Запад говорит Так, если будешь так, то так А если так не будет Что обратно Будет так Это так же возьмите на Павел Никогда Чтобы прикословить учителю Что-то говорить Или оказывать какое-то непочтение Это Храни Бог Этого не должно даже допускать Этого никогда И если кто-то из вас это сделал Ты другой рядом Осади его и скажи Что ты делаешь На кого ты голос повышаешь А вы проявляете Неуважение Это запомните Всегда И делайте так Перед учителем Всегда имейте Благоговение И почтение Оказывайте И старшим Так же всем Кто-нибудь Может и старший Хочет дать наставление Ну а если нет Тогда все Давайте Занимайтесь Сегодня Сегодня Что? Все Классный час Сейчас будет Классный час Давайте Проводим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому